Интернет в помощь. Гомельские оперативники задержали очередного наркокурьера на территории областного центра. Народ идет ва-банк. В Гомеле мужчина хотел поменять напечатанные на принтере 100 долларов на настоящие деньги. Порвал ютуб. На крыльце одного из банков подросток вышел за рамки приличия. А также ответить все равно пришлось. В Гомеле раскрыто убийство 14-летней давности. Сотрудники управления по наркоконтролю пресекли деятельность концерна Калашникова, гомельского интернет-магазина по продаже психотропов и наркотических веществ. В поле зрения оперативников попал 22-летний житель областного центра, в машине которого было обнаружено порядка 40 доз особо опасного дурмана. Задержали новоиспеченного закладчика курительных смесей с поличным в момент распространения наркотиков. В процессе обыска его автомобиля сотрудники милиции обнаружили 39 пакетиков с веществом голубого и желтого цвета. В процессе исследования эксперты выяснили, что в составе растительной массы находился особо опасный психотроп. Он непосредственно уже покупал, фасовал и уже непосредственно по тайникам, как являлся курьером, уже раскладывал для потенциальных потребителей, чтобы уже в дальнейшем потом они договаривались через соцсети, через мобильную связь уже непосредственно, где деньги оставят, а где товар. Сейчас в разработке находятся и остальные участники интернет-магазина «Концерн Калашникова». В отношении задержанного начато уголовное дело производства. Как оказалось, молодой распространитель спайса уже попадал в поле зрения правоохранителей менее года назад. У него за плечами непогашенная судимость. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 за хранение с целью дальнейшего сбыта особо опасных психотропных веществ. Согласно санкции данной статьи, ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией, либо без конфискации имущества. Продажа наркотиков через интернет – распространенный в последнее время метод ведения наркобизнеса. За 10 месяцев 2016 года в Гомельской области сотрудники управления по наркоконтролю приостановили деятельность пяти таких интернет-ресурсов. Госавтоинспекция на этой неделе проводит профилактическую акцию «Жизнь дороже шин». Сотрудники ДПС активно следят за теми, кто не успел с наступлением зимы переобуть свои автомобили. Основная цель профилактического мероприятия – создать безопасные условия для движения автотранспорта и обратить внимание водителей на необходимость использования зимних шин. По статистике, 50% ДТП в первые дни снегопада происходит именно из-за несоблюдения автолюбителями этого правила. Кстати, норма по обязательному использованию зимних шин с 1 декабря по 1 марта появилась в правилах дорожного движения в прошлом году. По словам инспекторов, она позволила существенно повлиять на снижение количества ДТП. На территории Гомельской области за первые дни проведения акции инспекторы госавтоинспекции выявили около 200 водителей, которые не переобули свои автомобили. Хотелось бы обратить внимание водителей, что необходимо в зимнее время использовать не только зимние шины, либо всесезонные шины, а также следить за тем, чтобы протектор шин соответствовал требованиям правил дорожного движения. И его глубина протектора составляла не менее 4 миллиметров. Милиция разыскивает злоумышленников, которые могут быть причастны к хищению камеры видеонаблюдения с фасадной части здания одного из гомельских банков, расположенного на улице Макайонка. К правоохранителям попали весьма занимательные кадры предполагаемых нарушителей. На записи запечатлены подростки, у которых, по всей видимости, ночью на крыльце банка состоялась неформальная встреча. Ее повод доподлинно неизвестен. Можно лишь констатировать действия, которые совершали молодые люди. Один из них наматывал на руки боксерские бинты, другой переодевался, а третий, увидев камеру наружной фиксации, решил отличиться и продемонстрировал пятую точку. Сразу после этого поступка наиболее сообразительный участник группы забрался на перила банка и отвернул камеру наблюдения в сторону. А наутро прибор видеофиксации и вовсе был похищен. Милиции ничего не известно о деятельности этой компании ребят. Поиск очевидцев пока не принес результатов. Сотрудники ОВД обращаются к гражданам, которым что-либо известно о лицах, которые изображены на видео, если известно их личности, обратиться в ближайшую ОВД либо по телефону 102. Также с этой целью на сайте ОВД Гомельского волосполкома размещено видео с изображением вышеуказанных парней с целью установления их личности. В последнее время шутников милиция стала разыскивать чаще. Так, за попытку сбыть фальшивые 100 долларов в разработке правоохранителя находится мужчина, который в одном из обменников областного центра пытался оттолкнуть купюру из банка приколов. На этих кадрах видно, что человек сначала подает деньги кассиру, а потом долго присматривается к его реакции. По всей видимости, клиент рассчитывал на невнимательность работника банка и хотел на халяву получить почти 200 белорусских рублей. Однако кассир сразу поняла, что у нее в руках недействительная банкнота. Нажала тревожную кнопку и, чтобы не выдать свои действия, стала проверять купюру на просвет. Что касается, скажем так, с какой целью он делал, я думаю, что, скорее всего, это просто банальная невнимательность. Так как, в принципе, граждане, которые меняют деньги для средства, они не всегда обращают на те купюры, которые приносят в банк. В итоге клиент заподозрил неладное и, не торопясь, ретировался к выходу. Немного там постоял, а потом и вовсе ушел. Сейчас его разыскивает милиция. Проводится комплекс оперативно-розыскных и процессуальных мероприятий с целью установления личности данного мужчины и, соответственно, дачи правовой оценки его действиям. Так как за данные деяния, в принципе, может быть предусмотрена ответственность, как статьей 221 Уголовного кодекса Республики Беларусь, это подделка, хранение с целью сбыта, либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг, или по статье 29 Уголовного кодекса Республики Беларусь, мошенничество. К слову, примеров, когда кассиры из-за невнимательности выдавали клиентам суммы больше, чем требовал того курс обмена, немало. И не всегда милиция находила счастливых обладателей шальных денег. Так, в прошлом году в отделении одного из гомельских банков клиентке выдали по ошибке вместо 1 тысячи долларов 10. Женщину так и не нашли, хотя ее лицо зафиксировали три камеры видеонаблюдения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Кассир банка больше года возмещала ущерб. Сколько веревочки не виться, а конец всегда будет, гласит народная мудрость. Перед судом предстанет гомельчанин, который 14 лет назад участвовал в разбойном нападении на двух жителей Могилева, приехавших погостить в областной центр. Один из них тогда полгода пробыл в больнице, второй умер от многочисленных переломов и травм. В том далеком 2002-м двое могилевчан решили разнообразить свой досуг и провести выходные в Гомеле, где на ледовой площадке проходил матч любимой команды. Прибыв в наш город, они, как им казалось случайно, познакомились с двумя радушными молодыми людьми, которые вызвались показать город и обещали незабываемый уикенд. Собраться через пару часов было решено здесь же, в одном из кафе-баров рядом с привокзальной площадью. Беседуя и выпивая рюмку за рюмкой за знакомство и гостеприимство гомельчан, парни завели разговор с двумя девушками, сидящими за соседним столиком. Гостям и в голову не могло прийти, что девушки находились там не просто так, а были подсадными утками. Подсыпать клофелин в спиртное им все же не удалось. И наблюдавший за происходящим со стороны координатор преступной группировки дал указание сменить обстановку. Девушки, намекая на заинтересованность в продолжении отношений, предложили кавалерам выехать на природу, посидеть у костра. Место выбрали на берегу Сожа, посреди кустарника, рядом со старым речным вокзалом. Продолжив распитие спиртных напитков, около 11 вечера одна из девушек предложила гостю, который был постарше, уединиться в лесополосе. Как только парочка скрылась во тьме, за ними последовал координатор банды и его товарищи, один из которых прихватил с собой биту. Могилевчанина принялись избивать вчетвером, нанося удары по голове руками и ногами, резиновой битой, а также найденной металлической трубой. Такая же участь постигла через несколько минут и его приятеля. Добычей злоумышленников стали наручные часы, сотовый телефон, золотое обручальное кольцо, цепочка, очки, деньги и даже кроссовки. Общая стоимость похищенного составила 107 минимальных зарплат. Избитых до смерти через несколько часов обнаружил случайный прохожий. Через 9 дней один из потерпевших, не приходя в сознание, скончался в больнице. Причиной смерти 32-летнего мужчины явилась открытая черепно-мозговая травма в виде переломов костей с водой основания черепа. Данные повреждения несовместимы с жизнью. Второму 36-летнему мужчине также были нанесены множественные повреждения. У него была обнаружена черепно-мозговая травма в виде перелома с водой черепа. Однако ему посчастливилось выжить. Преступную группировку, промышлявшую кражами, грабежами и разбоями, разыскали по горячим следам. Пять ее участников тогда предстали перед судом. Обвиняемые получили длительные сроки наказания и по сей день находятся в местах лишения свободы. Девушки, не принимавшие непосредственного участия в убийстве, отбыли наказание в виде лишения свободы сроком 6 и 9 лет. Однако после освобождения вновь совершили уголовные преступления и сейчас также находятся в местах не столь отдаленных. Избежать наказания и уйти от ответственности перед законом в то время удалось только одному, самому молодому, 18-летнему соучастнику преступления. Это и был тот парень, в руках которого находилась резиновая бита. Принцип неотвратимости наказания подтвердился на практике. Уже 33-летний гомельчанин в этом году был задержан, ему предъявлено обвинение в совершенном преступлении. Ныне обвиняемый по уголовному делу, ранее проходил свидетель по первоначальному уголовному делу, однако ни один из проходивших на тот момент преступников организованной группы не сдал его простым языком и не сообщил проходительному органу о том, что данный молодой человек участвовал в совершении преступления. Молодой человек находился все это время на территории Республики Беларусь, не скрывался, но, однако, справедливо все-таки восторжествовало, и его личность была установлена, и, соответственно, на сегодняшний день он направлен в суд. Санкция статьи Уголовного кодекса по данному преступлению предусматривает максимально возможные в нашей стране сроки наказания в виде лишения свободы. Судом может быть назначена и исключительная мера наказания – смертный приговор. На этом все. Вы смотрели «Де-факто». В студии работал Руслан Габрилев. Берегите близких. До встречи.